Прощайте, берцы и бушлат, стрельбы и армейские друзья. Уже буквально через пару дней молодой ефрейтор, отличник боевой подготовки Андрей Ванью, переступит порог в воинской части и отправится в родительский дом на Кобринщину. Во время срочной службы он освоил должность механика-водителя, а теперь вернется на прежнюю работу как специалист Белгостраха. Фамилия у парня китайская, а душа русская. И она, как бы ни было хорошо в армии, рвется на волю. Да, поеду к родителям, а после этого уже непосредственно на работу. За время прохождения службы в 111-й бригаде я столкнулся со своими командирами как профессионалами. То есть они всегда помогали нам, рассказывали, объясняли, учили. Если что-то не получалось, вникали в наши проблемы. То есть всегда поддерживали нас. Ребятам хочу пожелать, которые останутся еще служить, которым предстоит пройти еще такой жизненный путь в армии. Успехов. И не вешать нос. Скучно, конечно, без него. Будут привыкли уже год вместе. Все время вместе. Сейчас уйдет. Ну, я желаю ему, конечно, на гражданке, чтобы все у него сложилось хорошо, вернулся на работу, как бы, вот. Ну, а я, что я тут остаюсь еще на полгода, как бы. Надеюсь, тоже время быстро пролетит. Время пролетело незаметно для 26 военнослужащих срочной службы. Полтора года добросовестно отдавали они свой долг родине. Получали боевые специальности, оттачивали военное мастерство. А сейчас личный состав 111-й артиллерийской бригады собрался для того, чтобы в торжественной обстановке попрощаться с товарищами по службе, сказать слова благодарности и вручить награды тем, кто увольняется в запас и через несколько дней покинет бригаду. У нас очень хорошие солдаты, сержанты, которые сегодня увольняются. Мы их всех благодарим за то, что они честно и добросовестно выполнили свой конституционный долг. Кто-то полтора года, кто-то год отслужил, у кого есть высшее образование. Как говорится, верой и правдой отслужили. И сегодня мы, провожая их, желаем им удачи, успехов, хорошо, нормально устроиться в своей жизни, быть законопослушными гражданами своей страны, которые в дальнейшем, я надеюсь, принесут большую пользу для блага и процветания нашей страны. Сослуживцы, которые, мы пришли вместе на КМБ, я вот с ними год прослужил, им еще полгода осталось, желаем, чтобы полгода прошли одним мигом, больше им полевых выходов, стрельб, учений. Это на самом деле очень интересно. А офицерскому составу? Офицерскому составу терпения, терпения и продвижения по службе. Много добрых слов прозвучало в этот день и от тех, кто увольняется в запас, и от личного состава 111-й бригады. Мероприятие завершилось торжественным маршем под звуки оркестра. И в этот же день было положено начало доброй традиции. Уходя, выполнившие свой воинский долг, высадили первые туи. Эти вечно зеленые деревья останутся на память об армейских днях. Они проводили ребят на гражданку, они же будут встречать каждого, кто только начнет свой срок воинской службы. Продолжение следует...